Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема, так сказать, карстовые явления. Это когда где-то там в толще земли вода промывает в осадочных породах такую пещеру, промывает, промывает, а потом эта пещера проваливается и на ровном месте оказывается, так сказать, карстовая воронка или провал карстовый. И вот у нас в гостях специалист по такому роду явлениям, заслуженный профессор МГУ Лукашев Андрей Александрович, доктор географических наук. А профессорствует он на географическом факультете. Вот, Андрей Александрович. Значит, вот у нас в Подмосковье карстообразующая порода, да, я не знаю, правильно я выражаюсь или нет, но карстовая структура образуется в известняках. Значит, известняк это кальций-СО3, правильно? А меня в школе, вот я смотрел в химии, такая табличка растворимости есть, и там, значит, кальций-ОН дважды он плохо растворим, а кальций-СО3 нерастворим. И нам даже такой опыт рассказывали. Вроде как даже на подводных лодках с помощью вот этой реакции ощущают воздух от углекислого газа. Значит, когда продувать углекислый газ через кальций-ОН дважды, он реагирует, и образуется известняк, который выпадает в осадок, да, через раствор, да. А у нас тут, понимаете, вода промывает почему-то в известняке пещеры приличные. Это как же так получается-то? Ну, должен сказать, что карстовые явления свойственны не только известнякам. Существует целый ряд горных пород, которые в той или иной степени растворимы. Есть более растворимые, чем известняк, например, гипс, каменная соль. Есть менее растворимые, например, доломит. Но так или иначе, минеральная масса корстующейся или потенциально корстующейся горной породы должна испытывать растворяющее воздействие поверхностных и подземных вод. Так вот, поверхностные и подземные воды в природе – это далеко не дистиллированные воды. Это почти всегда хотя бы слабенький раствор угольной кислоты. Потому что углекислый газ атмосферы реагирует поверхностными водами, она в той или иной степени насыщена углекислым газом, и тогда вот подкисленная вода в состоянии растворять известняк. То есть, на самом деле, когда СО2 растворяется в воде, он не просто растворяется, он с ней вступает в химическую реакцию. Получается H2SO3. Тот самый замечательный вкус газированной воды, вот именно это. И вот это уже способно воздействовать на кальций СО3. Известняк действительно, как говорят, мономинеральная горная порода. То есть, там кальцит от кальций СО3 составляет 95% объема. Остальное приходится на силикатные минералы, на глинистые минералы. Но почти чистые известняки состоят из кальцита. И вот кальцит в состоянии растворяться поверхностными и подземными водами, будучи насыщен хотя бы в какой-то степени углекислотой. Конечно, это легче процесс идет по трещиноватым породам, по пористым породам. Медленнее процесс идет, менее охотно, по породам монолитным и плотным. Ну вот, например, наверное, мел – это более монолитная порода, хотя и она мягче гораздо, чем... Хотя, значит, мел – это кальций СО3, это известняк и мрамор. Кальций СО3 – это разные, как вы говорите, разные модификации. Да, карбонат и кальция. Мел относится к известнякам, это так называемый микритовый известняк, то есть очень тонкозернистый известняк, состоящий из мельчайших раковинок морских организмов. Но мел настолько тонок по своей составу, по своему, что в нем затруднена циркуляция подземных вод. И поэтому, будучи растворим, он все-таки карстуется неохотно. Мы имеем примеры неплохого мелового карста с башенными формами, но, в частности, на правом берегу Дона, на юге Воронежской области, изумительные, совершенно красивые меловые карстовые столбы. Но это не частый случай. А вот по известнякам действительно идет процесс не столько размыва, сколько растворения, химический процесс, растворения массы кальцита. И образуются, как совершенно правильно вы, Борис Сергеевич, сказали, на глубине полости пещеры, но и на поверхности образуется целый комплекс форм, воронки и более мелкие желовообразные щелевидные карры, так называемые, с двумя «р». Желовообразные. Желоба, как желатки. А, желобообразные. Да. Они иногда имеют трещинную форму, иногда они имеют форму следа, такие ямчатые, губчатые формы. Но на поверхности известняк тоже растворяются, так что не всегда это пещеры. Десятки тысяч квадратных погонных километров морских побережий, особенно по берегам теплых морей, изъедены буквально растворяющим воздействием воды. Это так называемое «дентес де перра» – испанское словечко «собачьи зубы», когда проточенные морским прибоем известняки, растворяющиеся по надурезам, представляют собой кружево полурастворенного известняка. Ну, у нас, конечно, здесь с вами в окрестностях Москвы не береговая полоса, но Москва и прилегающие районы стоит на толще морских отложений. И вот ниже нескольких метров или нескольких десятков метров рыхлых четвертичных отложений, молодых совсем, 100-200 тысяч лет – это для геологии не возраст. То, что было принесено ледником, леталыми ледниковыми водами сравнительно недавно… То есть это песочек и глина, да? Это песок с углиной, глина с валунами иногда. Алювиальные… Алювиальные – это речные отложения, да. Аморены – это ледниковые отложения. Вот под толщей таких рыхлых пород лежит многослойная толща осадочных пород морских, где есть и пески, и глины, но сплошным распространением на некоторой глубине пользуются мощные толщи известняков. Известняков с возрастом около 300 миллионов лет. 300 миллионов лет. И вот в них-то и развиваются карстовые процессы наиболее активно. Вот я вот только одного не понимаю. Нет, всё красиво так, мне всё это нравится, я сам люблю… Вот у нас реки в московском регионе обычно часто очень обнажают вот эти отложения, да, там можно собирать всякие окаменелости древние. Но 300 миллионов лет, так, они растворяются хорошо, в общем-то говоря, в поверхностном стоке, да, в котором есть СО2, да. И получается, значит, как там, кальций, аж СО3 дважды, вот растворимый вот этот… Гидрокарбонат. Гидрокарбонат. Гидрокарбонат кальция, да. Вот. Ну так за 300 миллионов лет, чего они не растворились-то? Значит, во-первых, они растворялись. И мы в толще известняков встречаем и бурением, и проходкой древние полости, которые образовались во много этапов, насчитывается в этих местах до 6 геологических этапов, когда здесь шли карстовые процессы. Но эти полости, находясь на некоторой глубине, оказывались емкостями, в которые вмывался нерастворимый материал. Мы в этих полостях по берегам Москвы-реки можем встретить что угодно, вплоть до бокситов, алюминиевых руд. Вот в Мячкове линзы бокситов прямо в карстовых полостях вот древнего возраста мне доводилось встречать. На Мазбасе, в Московском угольном бассейне, проваливаются угли в древние карстовые карманы, в древние карстовые колодцы. Но дело в том, что мы вот эту древнюю толщу известняков видим сейчас наполовину размытую. Очень долго, в период, когда не было в средних широтах европейской нашей равнины, не было моря, была оголенная суша, где шли процессы разрушительные, так называемые процессы донудации. Донудация – это совокупный термин для разрушительных процессов. Нам знаком корень му, по искусствоведения, обнаженная натура. Так вот, донудация буквально – сдирание одежд, сдирание верхних покровов с геологической толщи. И то, что мы сейчас видим, это вовсе не верхи того геологического разреза, который когда-то нам оставило каменноугольное море. Это его средняя часть. Многое снесено, а на определенную глубину проточено буквально, растворяющим воздействием подземных вод. И в некоторых местах живого места на глубине нет. Вот в ближайших окрестностях нашего столичного региона, в районе города Коврово, это Владимирщина, сейчас детально изучено состояние вот этого скального массива, на котором собирались строить металлургический завод. Оказалось, что там, ну, как в швейцарский сыр, дыр больше, чем промежутков между дырами. И, конечно, строительство в таких условиях требует дополнительных затрат. Но дыры, наверное, уже заполнены обломочными породами. Местами не заполнены. Они местами заполнены гипсом, местами они заполнены водой. А выше некоторого уровня они с воздухом. Сейчас научились опускать в буровую скважину телевизионную камеру. И мы просто видим, как идет проходка через эти громадные полости. Потом снова скважина становится, так сказать, соответствует своему сечению. Потом новая полость, многоэтажная система полостей, которые, кажется, твой процесс приватил на свесняковый массив до глубин в несколько сот метров. Как романтично. Там пещеры какие-то. Романтичные пещеры встречаются, главное, в горных условиях, когда пласты поставлены вертикально и, как говорят, на попа, или когда они залегают наклонно. Вот тогда для развития пещер складываются идеальные условия. Даже сравнительно полого залегающие толщи известняков нашего горного Крыма демонстрируют роскошные карстовые целые заповедники. Они некоторые введены в систему особо охраняемых территорий, например, Корабей и Ила. А на спокойно залегающих известняках пещерами, пожалуй, не поразишь. Но проточены буквально вот эти пласты почти повсеместно. Иногда это дециметры, иногда это первые метры. Но толщий пород теряет устойчивость в результате. Кстати, если мы переходим с полей развития известняков на поля развития более растворимого гипса, вот там возникают пещеры уже всерьез. И бывают случаи, когда тяжелое строительство на закарстованных гипсах приводит к крупным авариям, как бывало, скажем, в пригороде Нижнего, в городе Дзержинске, когда целый цех опустился в карстовые провалы. Это была катастрофа. Или возникают системы пещер с очень большими полостями, с подземными реками и озерами, как в Пермской области в районе Кунгура. Или у нас на севере, по правобережью Пинниги, это приток северной двины, между Пиннигой и Кулоем, есть целый заповедник ради карстовых форм в гипсах и созданный. Значит, и в равнинных условиях могут возникать пещерные комплексы, но в известняках менее охотные, чем гипсах. Так, а вот у нас в Москве, Москва стоит на известняковой толще, да? И что же, вот у нас ведь течет водопровод, что там, канализация, щели, все это, теплотрассы текут, да? А, по-моему, еще в воду, которая вот теплотрассом идет, туда еще добавляют какое-то количество технической лимонной кислоты, там что-то, чтобы не накапливались отложения в котлах, да? То есть, милое дело, вообще, не какая там углекислая газ, но вообще лимонная кислота, да? Все будет разъедать все это дело. И чего у нас на Москве-то, так сказать, провалится скоро Москва или не скоро? Грубо так вот говоря, примитивно, или все-таки обойдется как-то? Я думаю, что обойдется, потому что, во-первых, не вся Москва стоит на известняках непосредственно. Ну, скажем, Московский государственный университет стоит на толще метров, ну, 80-90, сверху ледниковые отложения, валунные суглинки, потом толще песков, великолепных белых песков, когда-то Воробьевы горы славились вишней и белым песком в 19 веке, потом толще глин, а известняки зарегают метров на 15-20 ниже дна Москвы-реки. Значит, вот они защищены от активного воздействия любых протечек, любых вод, которые идут от поверхности на глубину. Защищены глинистым экраном. А, от Москвы-реки еще глинистым экраном. А есть участки, где вот рыхлая толщина, ну, например, алювиальные речные пески ложатся прямо на известняки. И вот это очень опасные места. И, пожалуй, первую тревогу в Москве уже несколько десятков лет тому назад стал вызывать район Хорошова, где появились провальные явления, где растворение известняков не было никаким образом предотвращено перекрывающей, скажем, глинистой толщи водоупорной. И там появлялись воронки, там были разрушения домов, складывались пятиэтажки на Коусинино, на Зорге. И вот совершенно конкретные карстовые катастрофы были. После чего стали уделять этому вопросу довольно много внимания. Активно стали применять свайное строительство, забивая сваи до безопасных глубин, подводить под тяжелые сооружения монолитные бетонные плиты, чтобы не происходило вот этих просадок. Но так или иначе, конечно, мы, город, сбрасываем в подземное пространство колоссальное количество агрессивных вод. И то в одном месте, то в другом месте появляются провалы и просадки, природу которых мы часто не успеваем выяснить. Потому что основная задача дорожных служб – быстренько восстановить движение. Проваливается Большая Дмитровка прямо рядом с нынешним Советом Федерации. Проваливается туда иномарка. Еще что-то проваливается. Назавтра провала нет. Засыпали песком. Все засыпано. Не выяснено, в чем причина. А песок хорошо воду проводит? Ну, песок воду проводит. А главное, может быть, это порвало тепротасу. А может быть, это природный процесс. Таких провалов в самых разных местах Москвы бывало сколько угодно. Почти никогда не удается выяснить, что же произошло. А поскольку подземная сеть коммуникации Москвы – вещь абсолютно никому неведомая, отчасти диггерами. Ну как же водопроводные сети-то они все на карту нанесли у водопроводчиков-то? Они же их ремонтируют. А уже сети метро нанесены далеко не полностью. А есть еще несколько этажей коммуникации, которые очень трудно поддаются распознанию. И что где... Ливние коммуникации, что ли, да? Ну, не только ливние. Нет. Там и автомобильные дороги есть, и есть дублирующее метро. Есть ветки метрополитена, которые не используются в транспортном отношении, а служат для... Как ветки депо, скажем, в районе Пресни. Или вы помните, как во время штурма Белого Тома через тупиковую ветку метро, так сказать, собирались уходить те, кто защищали Белый дом. У нас довольно сложно изрыто подземное пространство на глубину в десятки метров. Ну и сам метрополитен, который в некоторых местах, это трех-четырехэтажная конструкция, просто разворошившая наши недра и вызвавшая колоссальный поток нисходящих вод в подземное пространство. Ну уж, транспортные пути и станции мы гидроизолируем, а вокруг-то вода проникает на глубину. И вы, кстати, она протекает и на станции метро, там же вот ручей текут, там насос откачивает, конечно. Но это мало, только того, что уходит на глубину. А на глубине идут довольно мощные потоки агрессивных вод, и если они достигают известняков, то может пойти оживление карста. До примерно 1980 года, у нас с вами на памяти, Москва считалась безопасным в карстовом отношении. Прошло 30 лет, и город в угрожаемом положении в отношении карста. Потому что оказался промыты те самые тампонировавшие, заполнявшие древние карстовые полости, объемы нерастворимых пород. Глины, различных тех же самых песков, бокситов, ну в общем, все, что заполняло древние карстовые полости, постепенно оказалось промыто. Дело в том, что за время эксплуатации гор, например, за 100 лет, мы понизили уровень подземных вод в каменноугольных известняках на 150 метров и осушили их. Если раньше этот пласт известняка был заполнен водой, и там было достигнуто карбонатное растворение, равновесие. То есть не могло больше растворяться уже насыщенным растворенным карбонатом растворе. Больше растворяться не могло карбоната кальция. А вот когда мы осушили известняки, а сверху в эти осушенные известняки хлынули агрессивные воды, с угольной, лимонной и многими другими кислотами, в том числе органическими, этого тоже хватает. Вся органика тоже туда идет. Вот. Стало жевать карст. И есть участки в Москве более-менее безопасные. Там, где 10, 15, 20 метров глин накрывает этот известняковый пласт, и нисходящие воды не попадают и не могут растворяться. А глина-то какого происхождения? А глина морского происхождения. Это они накапливались в морских заливах примерно 150 лет тому назад, во времена динозавров. Это плотные черные глины, которые, в общем-то, служат экраном для подстилающих известняков. Через них почти не просачивается вода в подстилающие известняки. Это какого же они, а биогенного или биогенного происхождения? Они в основном, я бы сравнил их, может быть, не очень корректное сравнение, но близкое к глубинам Черного моря с ровно-родным заражением. Вот там. С восстановительной средой. Как там с Биосом, это дело непростое, но это... Ну, там мёртвая глубина Черного моря. Мёртвая глубина, кто-то там живёт, тем не менее. Но главное, что они выполняют роль экрана, они защищают подстилающие известняки. Но во многих местах и Москва-река, и Яуза промыли этот глинистый пласт, и таким образом под рыхлыми четвертичными породами лежит... И это, кстати, случилось вот на нашей памяти за последние 30 лет. Да, да, да. Кстати говоря, вот видел я картинку, разрез, так сказать, Парижа туда вглубь. У них там тоже вот под их парижским метрополитеном, по мотивам которого когда-то создавался, так сказать, московский, кстати говоря, его брали за пример, за образец, над московские метростроители. А там ещё у них свои там огромные какие-то катакомбы, где лежат кости. Кстати, в Риме тоже катакомбы. У них-то проблемы это есть, или они их, так сказать, Бог миловал, там известняков нет у них под них. Значит, что касается римских катакомб, они в вулканических породах, они в туфах, и там опасности особой нет. Если говорить о подземном пространстве метрополитена, наиболее серьёзном положении ереванский метрополитен. Там в толще вулканических пород, там и лавы, и туфы. Мощные потоки подземных вод. И ереванский метрополитен находится в постоянной ситуации от качки. Там две электростанции работают на метрополитен, потому что если одна полетит, качают всё время вот эти воды, которые идут по вулканическому слоёному пирогу под городом Ереваном. В Париже более-менее спокойно, там немножечко другая структура парижского бассейна. И, ну вот сколько я знаком с парижским метрополитеном и лично, я вот не видел там, чтобы много чего высачивалось на станционные пути, тем более на станции. Там более спокойная обстановка. Есть метрополитены, которые используют карстовые полости наоборот, в, скажем так, стилистике подземного дизайна. Скажем, вот эскалаторный путь опускается в карстовую полость. Стокгольмские некоторые станции метро используют вот эти подземные полости как часть вот этого красивого подземного убранства метрополитена. Но, в общем-то, с карстом надо быть очень осторожным, особенно когда мы на большую глубину, как, например, вот Боровицкий холм. Что мы из него сделаем? Старая Ваганькова. Там же три уровня метрополитена, десяток наклонных эскалаторных галерей, он уже превращен в трухлявый пень. И поддерживать, конечно, геологическую устойчивость вот этого выступа коренных пород до четвертичных на правобережье бывшей Неглинки, на приостивом участке, достаточно сложно. Кстати говоря, вот мрамор, это ведь тоже та же самая кальций-СО3. А как он так получился? Вот этот вот известняк, вот не пойми что, а это кальций-2-СО3, совсем-совсем другое. Знаете, мрамор порода метаморфическая. Метаморфизм – это всегда перекристаллизация. И если наш известняк, органогенный известняк, на котором Москва стоит, московский белый камень, это... Да, там видно, что это раковочки, там какие-то... Да, 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 что это пористая порода, сложенная из остатков морских организмов. Там и раковины, там и морские лилии, там и морские ежи, кораллы прекрасно попадаются, как одиночные, так и колониальные. Это пористая очень масса, в общем-то, сложенная аморфными разновидностями кремнезиома. А мрамор – это кристаллическая порода. Это перекристаллизованный известняк, когда кристаллическая фактура скрепила вот эту карбонатную массу и сделала ее устойчивой, в том числе и к размылу. А что же заставило их перекристаллизоваться? Это высокие температуры? А заставило погружение известняковых толщ на большие глубины, где царствуют значительно более высокие температуры, несколько сот градусов, где давление достигает 4 килобар. Это какая же глубина? 12 километров. А потом они поднялись к нам. А потом тектоника поднялись. На 12 километров там ведь, так сказать, горная добыча не работает. А мрамор тем более в каменоломнях ломают на поверхности, это вообще подсолнечное. Конечно, но тектонические воздымания вытаскивают эти древние комплексы, которые накопились или перекристаллизовались на больших глубинах, на современную поверхность. Интересно, что иногда при этом они сохраняют вот эти мраморные толстые физические свойства недр. Вот в карьерах, в которых ломали мрамор для отделки Исаакия, это карьеры по побережьям Ладжевского и Онежского озер, иногда срабатывает, разряжается горное давление, прям почти на поверхности, на малых глубинах. Когда происходит так называемое стреляние пород, из стенки мраморной вылетают кусочки мраморного щебня и летят со скоростью пули, это довольно опасное явление. Вот Аланецкие мрамора вот так себя ведут, они побывали на большой глубине, но потом общее тектоническое поднятие, счищавшее более молодые породы, вытащило их на поверхность. Мраморы хорстуются, но только по зонам разломов или на перекрестках зоны разломов. Мы в мраморах можем встретить и пещеры, мы можем по поверхности мрамора встретить вот эти мелкие дробные формы расчленения. Понятно, но вот интересная, так сказать, экскурсия в мир карбоната кальция, да? Спасибо вам большое. Вот и публике нашей, дорогой, спасибо за внимание. Всего вам доброго, до свидания, всех благ.